В посёлке Приколотное Великобрлукского района завершилось строительство газопровода высокого давления. Чтобы обеспечить населённый пункт голубым топливом, понадобилось 10 лет. Работы остановились в 2013 году, когда Укргаздобыча перестала финансировать газификацию Харьковской области. Решение о возобновлении работ принял глава области Игорь Райнина. Сам проект стал одним из примеров государственно-частного партнёрства. Инициатором этого был Игорь Львович Райнин. Когда мы ему доложили, он говорит, собирайтесь, определяйтесь, и чтобы в этом году обязательно запустить и поджечь факел. На строительство последней очереди газопровода длиной более километра понадобился 1 миллион 200 тысяч гривен. Из них 400 тысяч выделили из областного бюджета, по 150 тысяч из районного и поселкового бюджетов. Ещё полмиллиона гривен – это средства Приколотнянского маслоэкстракционного завода. Всего за 10 лет строительства на газификацию посёлка потрачено около 7 миллионов гривен. Газопровод подведён к каждому из 700 домовладений посёлка Приколотная. В день запуска газ поступил в 30 домов. Он же, смотрите, горит даже не так, без баллона. По-другому, да? Да. Даже нет красноты. Вот это настоящий газ. Жительница посёлка Людмила Ерохина рассказывает, раньше газ приходилось закупать в баллонах и для подстраховки иметь запас дров. А для приготовления еды в кухне у женщины помимо газовой плиты стоит ещё и электрическая. Конечно, удобство. Не сравнить же с печкой. Топить на печке, носить эти дрова, рубить эти дрова или включил – чисто, аккуратно и очень удобно. В следующем году планируется подключить к голубому топливу ещё 240 домовладений в Приколотном. Сегодня нам належит далее продолжить газификацию. Это близко 400 будиль, это многопереховные будильи. И мы разом, сельская рада, областный бюджет, районный бюджет, маслоэкстрационный завод должны допомогти тем людям, которые сегодня сами своими малыми коштами не в змозе будут всё робить. Газ должен прийти в каждую селью. В Приколотном считают, газификация посёлка – это в первую очередь альтернатива для жителей, которая позволит людям выбирать более удобный способ отопления. Также хороший знак для инвесторов. По мнению местных властей, газификация позволит возродить посёлок. Это хороший знак, маркер для любого инвестора, что в посёлке есть перспектива, у посёлка есть топливо. Можно организовать какое-то предприятие. Это рабочие места, это рост благосостояния. У нас много брошенных домовладений. У нас вообще их 1050, сейчас их 750. Вы слышите, какая сумма. Я, естественно, думаю, что часть населения прибудет на эти места, будет строиться, будет возрождать свой быт. Естественно, для того, чтобы возрождать, нужно было бы, чтобы была газификация. Сегодня уровень газификации Харьковской области составляет порядка 70%. И эту сеть нужно развивать, считают в областной администрации. Сегодня очень хорошие технологии есть, очень современные котлы, регулируемые котлы. И в любом случае, альтернативное топливо очень тоже важно, но это должно быть в комплексе. И газ, и альтернативное топливо. И пилеты, и уголь, и брикеты. Но это должно быть в совокупности. И тогда получится эффект. И экономное потребление газа, и более комфортное его потребление клиентов. Уже в следующем году областные власти планируют газифицировать еще два населенных пункта в Великобрлукском районе. Елена Захаренкова, Евгений Карпенко, Медиагруппа «Объектив».